Привет, YouTube! Меня зовут Полина. Добро пожаловать на мой канал. Спустя какое-то время перерыва я снова с вами и придумала такую полезную рубрику. У нас будут достаточно короткие видеоролики на очень полезные темы. Например, как правильно накрасить ресницы, как правильно накрасить тон, как правильно накрасить брови. И это будет серия таких видео. И открывает эту рубрику, видео, правила хорошего тона, видео, как нанести тональный крем так, чтобы он был не виден кожей, чтобы он сливался с кожей. Потому что тон, как я считаю, это основа основ. И много именно вопросов поступает, как правильно нанести тон. И при этом, если есть какие-то моменты, он бы их перекрывал. Как всегда, кто еще не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Если есть какие-то вопросы в этом процессе, что у вас не получается, смело спрашивайте мне в комментариях под этим видео. Я вам постараюсь помочь. Спасибо вам за каждый ваш комментарий и каждый лайк. Он помогает продвижению моему каналу. И поехали. Первое и самое важное. Хорошо увлажнена кожа. Это касается абсолютно любого типа кожи. Неважно, сухая она у вас, либо жирная кожа. Да-да, жирная кожа также нуждается в увлажнении. Тогда она у вас не будет сильно блестеть в течение дня. Я, как обладатель жирной кожи, знаю это не понаслышь. Если же вы обладатель сухой кожи, то вам, возможно, потребуется чуть-чуть больше увлажнения. Особенно сейчас, когда мы переходим в период зимы. Также в этот период возможны больше шелушений, чем обычно. Поэтому мой вам совет, нанесите немного больше увлажняющего крема на места, которые у вас шелушатся. Дайте ему впитаться какое-то время. И потом просто салфеткой уберите излишки. Два самых распространенных способа нанесения тонального крема. Это с помощью кисточки и спонжа. Я вам предлагаю нанести и с помощью кисточки, и с помощью спонжа. То бишь мы поделим лицо на две стороны. У каждого из этих способов есть, на мой взгляд, сильные и слабые стороны. И вы выбираете тот, который вам нравится больше. Единственное, что я вас попрошу, пожалуйста, не наносите тональный крем с помощью рук. По той причине, что рука не растушевывает, рука растирает. И ей очень здорово рукой наносить крем. Она хорошо разогревает кожу. Крем так прям впитывается. Но тональный крем – это другой продукт. Он не должен впитываться в кожу. Именно по этой причине у нас возникают какие-то полосы. Мы можем шелушение почетнуть. Именно когда мы наносим рукой, мы получаем неравномерное покрытие. И дабы этого избежать, я вас, пожалуйста, прошу выбирать либо спонж, либо кисть. Коротко о том, чем они отличаются. Спонж я использую, когда есть какие-то шелушения, когда ты хочешь получить очень легкое покрытие. У тебя тональный крем средний-плотный. Потому что если тональный крем очень легкого покрытия, в принципе, спонж нет смысла использовать. Потому что он сделает покрытие еще более тонкое. Кисть я использую, когда нет никаких шелушений. Когда покрытие легкое-среднее. Потому что чем плотнее у нас кисточка с вами набита, тем более плотный тональный крем у нас может потянуть. Теперь, как я наношу тональный крем. Почему я не макаю спонж в тональный крем? По той причине, что много продукта впитывается в спонж. Тогда ты не растушевываешь. А условно говоря, размазать этот тон, который ты уже вмакнула. Поэтому я ставлю такие тональные точки. Тем самым равномерно распределяя тональный крем по всему лицу. Кстати, оговорочка. Спонж у меня мокрый. Это важно. Иначе вы будете получать очень плотное покрытие. И можете легко повредить продукт. У меня тональный крем от Lancome. Tint Idol Ultra Wear Nude. Это такой легкий-средний тональный крем. Просто хочу его закончить. И пока я загорела, он у меня лежит отлично. Идеально подходит для жирно-комбинированной кожи. И так как он заканчивается, можно уже нанести с тюбика. Ставим вот такие точки. Все, вот он уже заканчивается. Когда же вы ставите такие тональные точки, то тональный крем вы растушевываете. Он у вас равномерно распределен по всему лицу. И наносить вам его легче. И если я хочу уплотнить тональный крем, мои движения будут вот такие утрамбовывающие. Если же я хочу растянуть тональный крем, сделать покрытие менее плотным, мои движения вот такие стягивающие. Но так как у меня очень легкое покрытие, я обычно использую уплотняющие движения. Если у вас есть какие-то сушения, он их приклеит, ничего не будет видно. Спонж даст более натуральное, естественное покрытие. Рекомендуется, конечно же, спонж мыть сразу. Но такой вам лайфхак. Если вдруг вам было лень, и вы не помыли спонж на второй день, вам нужно снова краситься, используйте просто другую сторону. Вот видите, сколько мало продукта он впитал. Соответственно, помыть мне его также будет легче. И кисть. Вы сейчас сравните. Я буду использовать двумя движениями. Если я хочу уплотнить тональный крем, то мои движения прибивающие. Если я хочу растянуть, то мои движения вот такие стягивающие. Признаюсь, в последнее время я полюбила больше спонж, чем кисть. Как по мне, спонж наносит быстрее. А вы обязательно напишите в комментариях, что вы чаще используете. Спонж или кисть. Интересно посмотреть, сколько же нас девочек. Я приближусь, и вы увидите разницу. Это кисть, это спонж. Как мне показалось, спонж больше так сглаживает поры, ну, нежели кисть. Хотя кисть также прекрасно работает. Сейчас я еще нанесу консилер, но это будет другое очень короткое видео. Я этот урок заканчиваю. Надеюсь, он был для вас полезен. Обязательно пишите в комментариях, как вы наносите тональный крем с помощью кисти, либо с помощью спо, спонжа, либо с шеркой. Надеюсь, эта серия будет для вас очень полезной. И до новых встреч. Пока!